В эфире вопрос дня. Здравствуйте. На минувшей неделе специалистам МЧС нашего региона пришлось вызволять из глухой таежной местности пострадавшего. Мужчина обморозил руки и самостоятельно из-за снежной тайги выбраться не смог. Подробнее о безопасности и о том, что делать в таких случаях, мы сегодня поговорим с Александром Анатольевичем Себовым, начальником Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, в прошлом году вашим коллегам также приходилось спасать и таежников, и туристов, грибников, и ягодников. Как часто это происходило? И наиболее показательные случаи? Ну, если говорить о прошлом году, по сути дела, да, мы начали год с продолжения поисковых мероприятий по Приисковому. Вы помните, там четыре пропавших туриста, которые мы, соответственно, мониторяя ситуацию, вот, уточняя глубину снежных покровов, вот, опять же, прогнозируя, вернее, прогнозируя, а отслеживая прогнозы по погоде именно в нашем регионе. Вот именно конкретно села Приисковое, вот, определились с датой начала поисковых работ и завершили эту тематику. Затем у нас из таких важных мероприятий, это вышла гора Металург в Кушагачинском районе горного Алтая, где в результате схода снежной лавины погибло семь человек, вот, и, соответственно, группа спасателей нашего отряда на вертолете выдвинулась туда, и в кратчайшие сроки там, по сути дела, были завершены эти работы. Вот, затем серьезная тема для нас была, это Араданский перевал Ермаковского района Красноярского края, где в результате, ну, будем говорить так, беспечности туристов, которые вышли на вот этот сложный, достаточно сложный маршрут, вот, я не буду говорить о его категорийности, Но, во всяком случае, подготовка и экипировка этих туристов оставляла желать лучшего, ну, и в результате чего погибла женщина, вот, ну, а ее сын, ввиду того, что получил, как говорится, такую серьезную морально-психологическую травму, два дня в глухой тайге, в условиях Араданского хребта находился, но, слава Богу, закончилось все положительно. Ну, и достаточно серьезным моментом на конец года, это было для отряда вопрос, связанный с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в Курагинском районе Красноярского края, вот, где в результате смыва дамб погибло, ну, 17 человек, тех тела, которые мы нашли, вот, ну, еще три тела, к сожалению, которых найти уже не предстояло возможности, потому что сам его произошел в реку Сесим, вот, ну, и куда, в какое место, конечно, было, либо заели на эти люди, либо, значит, унесло их водой, конечно, сказать очень сложно. То есть, вот это, это вот те наиболее важные моменты, которые нам пришлось преодолеть, ну, в прошлом году, вот, остальные вот такие моменты, те, которые были, это гора Борус, вот, наш хребет, ну, хотя мы, это территория Красноярского края, но мы его уже считаем как родной, потому что там тоже самое были и потерявшиеся ребята, вот, туристы, и, соответственно, значит, те, которые попали в результате, опять же, слабой подготовленности, вот, в определенные условия, при которых и терялись силы, и наступал момент такой, когда люди уже приходили в какое-то, так сказать, не совсем естественное состояние, и просили о помощи, молили, хотя, ну, по сути дела, 300 метров вверх, и вот она, пожалуйста, тропа. Но, тем не менее, понятное дело, что подготовка психологическая у всех разная, поэтому, естественно, что группы выезжали, вот, группы вылетали, в том числе, у нас получилось 4 работы по Борусу, вот, именно с применением вертолета. Да, ну, это популярное место, да, для отдыха, вот, потому что здесь люди и из Красноярского края, и из Кемеровской области, да, по сути дела, отовсюду. Ну, вот, интересные такие места, и значимые, вот, во всяком случае, они достаточно посещаемые в результате своей доступности. Мы, если сказать побольше, мы, по сути дела, буквально недавно провели маркировки там маршрутов, вот это и Борус. Что значит маркировки маршрутов? Мы постарались создать наиболее важные, мы повесили наиболее приметные такие вот материалы из жести, окрашенные в красный цвет, чтобы люди, увидев вот этот вот знак, понимали, что эта дорога ведет, допустим, либо к приюту какому-то, либо выходит к поселку. То есть, чтобы легче было ориентироваться. То есть, непосредственно уже на месте создать условия для определенной безопасности. Да, конечно, это в целях определенной безопасности, чтобы минимизировать вот эти все вопросы с теми, кто немножко теряется где-то в природной среде, и тем самым, как говорится, вывести их к жилью. Ну, а если говорить этот год, в рамках, вот, опять же, происшествий того, что вы сказали, по вот этим вот товарищам, которые имеют неприятности, может быть, так мягче выразиться, вот, в тайге особенно, да, мы начали 3-го числа, у нас был вылет. Опять же, в этот же район, Ширинский район, только несколько ближе от горы Марганцевой, то есть Усинского ГОКа, где в результате, опять же, беспечности, не учитывая непогодные условия, не учитывая глубину снежного покрова, выехал сторож на прииск, на геолого-разведочную партию. Ну, и, естественно, что снегоход по таким сугробам, он и на утилитарном снегоходе идти очень тяжело, вот, но, благо, человек догадался оставить груз, который он транспортировал с собой на нартах, вот, ну, и отдельно снегоходом, вот, какое-то расстояние прошел, ну, и остальное уже прошел пешком, дабы, так сказать, добраться все-таки до этого места и не погибнуть. А вот крайний случай, который произошел на горе Марганцевой, это Усинский ГОК, да, там, действительно, человек при нахождении на охране этих объектов, соответственно, получил обморожение конечностей рук, вот, доехать, добраться каким-либо другим транспортом, включая снегоходную технику, не представлялось возможным, ввиду просто большого снежного покрова, там, достаточно наддувы такие, серьезная глубина составляет от метра восемьдесят до двух метров, если брать по дороге, вот, ну, естественно, что применение, возможно, было только вертолетом МЧС, потому что вертолет санавиации, там бы просто не приземлился. Если взять тот видеоматериал и фотоматериал, который снималось при службе МЧС России, там можно, конечно, увидеть, в каких сложнейших условиях вертолетчикам нашего авиационного спасательного центра пришлось работать, вот, ну, и, соответственно, потом уже спасатели завершили работу, эвакуировав этого пострадавшего на борт вертолета. Александр Анатольевич, сколько раз вредили миру, в каждой программе мы об этом повторяем, но я предлагаю сегодня еще раз пройти эту самую важную, наверное, тему, как подготовиться к тому, чтобы максимально избежать каких-то чрезвычайных происшествий в тайге. Понятно, что это природа, понятно, что погода, климат у нас такой, да, и может быть все, что угодно, но тем не менее, что в первую очередь должно быть подготовлено, чтобы вот не было работы поисково-спасательному отряду, но либо она была облегчена максимально? Ну, первое, вот, с чего мы всегда начинаем, это то, чтобы понимать, куда идешь, в какой район, и постараться максимально получить подробную информацию о этом районе. Учитывая и погодные условия, у нас в сегодняшнем днем сайты работают и представляют эту информацию. Второй момент, это элементарно подготовиться и экипироваться, то есть, соответствующую форму одежды, соответствующую обувь, ну, и другие вопросы, которые касаемы именно пребывания в природной среде. Понимая, что природа есть природа, и рельеф, ландшафт, который мы посещаем и видим, он, ну, может быть, каким-то образом со временем меняется. И вырубки есть, и, соответственно, тропы как-то меняются, может быть, там еще какие-то вопросы. Поэтому понимать, что с собой иметь какие-то электронные устройства, которые сегодня тоже самое предостаточно, для того, чтобы отбить маршрут свой, понимать, где ты находишься, как ты находишься, вот, ну, и, соответственно, как говорится, отредактировать свой маршрут, именно вот установив точку А, точку Б, и стараться придерживаться именно этого маршрута. В обязательном порядке, конечно, зарегистрироваться в подразделениях МЧС России. В данном случае это на СОССР. Сегодня это просто сделать, тем более. Да, это можно сделать, это все доступно. Во-первых, телефонов предостаточно, баннеры работают, все это дело есть, и мы стараемся отслеживать. Если говорить о, допустим, природном парке Ергаке, у нас там работает наше подразделение горное, вот, там работают высококлассные специалисты, профессионалы своего дела. И если прибываете в Ергаке, просто-напросто прибыв на пост или даже, допустим, на визит-центре, достаточно подробно оставить о себе информацию и придерживаться тех рекомендаций, которые предоставляют спасатели. И тогда, во-первых, с вами, ну, будем говорить так, что ничего не случится. Но уж если случилось, потому что, ну, все мы ходим под Богом, как говорится, вот, то спасатели, во-первых, в свое время напрямут меры к тому, чтобы максимально минимизировать время вашей эвакуации, вот, и, соответственно, говорится, доставить вас, ну, при необходимости даже в лечебное учреждение. Александр Анатольевич, большое вам спасибо за такую полезную беседу и, конечно, полезные советы. Всего доброго. Спасибо, Иван, всего доброго. Я напоминаю, это была программа «Вопрос дня». Увидимся.